Добрый вечер, в эфире Демократия, программа, в которой мы спокойно поговорим о нашумевшем. Итак, сегодня 6 июля, и вот что мы имеем на данный момент. У нас нет министра иностранных дел, глава СБУ ушел в бессрочный отпуск, генпрокурор сидит в кабинете на чемоданах, а новых мы не назначаем, потому что у Верховной Рады в последние дни ее работы есть куда более важные дела. Там обсуждают проект закона о запрете матюков. Ну что ж, если закон пройдет, то работе Рады восьмого созыва крайне сложно будет дать оценку. Не хватит нужных слов. Очень важный момент. Полный перечень запрещенных слов должен утвердить кабмин. Представляете, составить полный перечень матюков, их же реально, вот знаете, очень много не подходит. То есть не только Раде, но и исполнительной власти оставшиеся две недели будет чем заняться. Именно две недели осталось до внеочередных выборов в Верховную Раду, и самой обсуждаемой в интернете темой стали партийные списки. Ну, разумеется, после босоножек нашей первой леди в Канаде. Давайте-ка глянем. Действительно беспредел. Надо быть представительнее и брать пример с того же премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который на встречу с Зеленским надел свои самые строгие носки. Да, это самые строгие. На саммите Большой Двадцатки он был в этих. Так что, Елена, впредь будьте скромнее в одежде и берите пример с других женщин-политиков, например, с Елизаветы Второй. Так вот, вернемся к выборам и спискам кандидатов. ЦИК почти утвердила всех кандидатов по всем округам. Все-таки не допустили блогера Анатолия Ширия. А также после долгих судов и споров вроде как окончательно не допускают к выборам Андрея Клюева. Что интересно, бывший глава аппарата Януковича не может стать депутатом потому, что он последние пять лет не проживал на территории Украины. Других причин отказать в регистрации одной из самых правых рук Януковича у нас нет. И самое забавное в этой истории – это ответ Клюева. Эти пять лет я жил в Донецке, а Донецк – это украинская территория. Как вам? Если бы проводили чемпионат мира по цинизму, Клюев однозначно привез бы нам золото. Что интересно, непостоянное проживание в стране – это единственная причина, по которой в этот раз кого-то не допустили до выборов. То есть логика, видимо, такая – не важно, что творил, главное, чтобы в Украине. Так что сегодня среди желающих стать депутатами в более выгодном положении находятся те, кто сидел, чем те, кто путешествовал. На мой взгляд, самый интересный аргумент в оправдании своего отсутствия в стране предоставил Александр Онищенко, который куда-то исчез в 2016 году, а перед выборами откуда-то снова явился. Так вот, оказывается, что Онищенко все это время представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника. Я искренне сочувствую коню, на долю которого выпало скакать под таким всадником. Тут логичнее было бы скакать вот так. И вообще, я не сильно разбираюсь в конном спорте, но я впервые слышу о соревнованиях протяженностью в три года. Видимо, там, прежде чем проскакать на коне, нужно было его вырастить. В общем, ни Онищенко, ни его коня не допустили. Ну, а среди допущенных к выборам больше всего внимания к нынешним лидерам гонки. Списки «Слуги народа» проверяют буквально под лупой. И в основном комментарии, что это за люди и откуда они вообще взялись. Я полистал первую сотню. На самом деле, тут много знакомых фамилий. Этот из КВН еще, этот в школе учился. Это Наташкин муж, да. То есть, из всех, кто когда-то выступал в Зеленске, учился, работал или отдыхал, тут нет разве что меня. Видимо, списки «Слуги народа» формировали по четкому принципу. Кто угодно, кроме Житкова. Юмористы, диджеи, есть даже свадебный фотограф. Видимо, какая-то невеста плохо получилась на фото, и теперь фотографу просто необходима депутатская неприкосновенность. В списке много творческих людей самых разных профессий. Например, под номером 37 такая редкая профессия, как поющий прокурор. Из Кривого Рога его зовут Владлен Неклюдов. У него даже есть свой клип на Ютьюбе. Ну, что могу сказать. Хоть и прокурор, но, судя по качеству клипа, не ворует. Далее спортсмены Белинюков и Детский, телеведущий Александр Скичко, который из них троих имеет самый богатый политический опыт, потому что он пародировал Олега Ляшко. Алло, Павло Миколаевич, доброго здоровья. Так что даже если сам Олег Валерьевич в Раду не пройдет, голос его все равно будет звучать. По мажоритарке вообще темный лес и в некоторых округах слуга народа разыгрывает откровенно странные партии. Например, на 18 округе в Виннице матерому политику Григорию Калетнику, который был и вице-спикером Рады, и губернатором области. Да что я все о плохом. Он совмещает две удивительные должности. Он является ректором университета и хозяином спиртзавода. Так вот, от слуги ему противостоит сотрудник этого же университета, 22-летний Павел Довгань. Ну, видимо, расчет на то, что раз сын Калетников в 27 лет смог стать генералом, то почему мальчик в 22 не может стать депутатом? Ну, такая себе логика. Услуг народа высокая поддержка, но из-за того, что многие кандидаты малоизвестны и не имеют политического опыта, их более опытные противники на их округах превратили предвыборку в хорошо организованный бардак. На подавляющем большинстве округов огромное количество технических кандидатов. Одних Зеленских я насчитал 8 человек. Это не считая Зеленских с двумя «Л» и Зеленских с двумя «Н». Апогей маразма на 94-м округе в Киеве, где от слуги баллотируется журналист 1 плюс 1 Александр Дубинский. Здесь против него целая армия клонов на любой вкус. Для тех избирателей, кто помнит, что он журналист, но не помнит его фамилию, пожалуйста, среди кандидатов есть два других журналиста. Для тех, кто фамилию помнит, но не помнит имени, выбирайте Максим Дубинский, Вадим Дубинский, Алексей Дубинский. Причем, помимо этого, все они сотрудники таинственного предприятия ООО «Слуга народа», открытого две недели назад. Интересно, что же там производят? Наверное, Дубинских. В Минюсте насчитали уже более 20 внезапно возникших организаций, так или иначе использующих в названии «Слуга народа». Там и общественные организации, и ЧП. В общем, все, чтобы дать избирателю сделать осознанный выбор. А добавьте к этому то, что в мажоритарных бюллетенях у кандидатов нет номеров, и это все превращается в полнейшую кашу. Все эти невинные шалости на самом деле попадают под 157-ю статью Уголовного кодекса введения избирателей в заблуждение. И партия «Слуга народа» подала в суд, но вряд ли это кого-то напугает, потому что лично я так и не нашел информации, что за годы независимости по этой статье хоть кого-то осудили. Не бояться и подкупать, потому как случаев, когда за подкуп избирателей дали реальный срок, в истории независимой Украины аж целый один. Поэтому чего уж удивляться качеству нашей законодательной власти, если ее зачатия каждый раз традиционно происходят с нарушениями закона. Так что 21 июля у настоящих кандидатов надежда только на то, что каждый избиратель дочитает свой бюллетень до конца. Я не скрываю своей лояльности к «Слуге народа». Это было бы странно. И могу сказать, что даже странноватый прокурор, играющий на рояле, мне все же симпатичнее, чем все те правильные прокуроры, решающие вопросы в банях. И присутствие в списках неизвестных и неоднозначных фигур тоже вполне объяснимо. Вот поставьте себя на место лидера новой партии. Вот срочно найдите среди своих знакомых 100 человек, которым вы доверяете на 100%. Ну? Я думаю, что уже на уровне жены или мужа доверие где-то процентов 60-70, да? А чем дальше, тем меньше. Сначала друзья, потом друзья друзей, потом старый знакомый и просто хороший парень, который помог починить машину, либо вовремя вернул долг. Открытые двери привели к вам много кого, и никто не знает, как эти люди поведут себя, попав в Верховную Раду. Как проявит себя свадебный фотограф, и какие скелеты могут повылезать из шкафа 22-летнего мальчика. Скажу честно, я не знаю, как бы повел себя сам, если бы мне предлагали 20 тысяч долларов за одно нажатие кнопочки. Это я, кстати, назвал не самую высокую расценку. Соблазны велики, и в Украине сложилась традиция, что партия, имевшая в Раде большинство, на следующие выборы шла уже под другим названием. И СДПУ, и наша Украина, и регионы, и БПП все обрастали такой славой, что дальше приходилось жить по новым документам. Солидарность так спешила переобуться в европейскую солидарность, что просто перекрасила логотип группы Океан Эльзы. И в Икорчуку, конечно, будет вдвойне приятнее. Так вот, слуги народа, как там на свадьбах говорят, сегодня ваш корабль стартует или отшвартовывается? Так вот, от человека, который остался на берегу, просто отсюда иногда лучше видно. Не повторяйте опыт своих предшественников, не бойтесь пожертвовать сомнительными ребятами сегодня, чтобы завтра не бояться жить под своим именем. Спасибо за внимание. Надеюсь, когда-то мы найдем ответ на вопрос, где наша демократия и что нам все эти годы подавали вместо нее.